шалом последнее время психологи дают советы налево и направо раздают что делать людям у которых в семье есть раскол вообще очень сложно общаться с человеком который не просто не поддерживает твою позицию а находится просто вражески так тебя воспринимает что делать вот я недавно слышал одного психолога который говорит нужно со снисхождением снисхождением относиться к тому человеку понимаю снисхождение или там с милосердием знаете когда я это слышу как раввин я не психолог но как раввины как человек я услышу эти два слова милосердия и снисхождение место впечатление что напротив тебя сидит твой как бы моральный там духовный оппонент и ты как врач возомнив себя великим таким что ты прав на сто процентов ты снисходишь к нему ты делаешь одолжение соглашаясь с ним хотя может быть в чем-то психолог прав потому что так как люди так люди просто так люди созданы они не могут по-другому они всегда будут наверху а кто не прав он будет внизу или милосердие знаете вот перед тобой дебил он может быть твой брат сестра ну дебил ты такой умный великий мудрый такой весь разбирающийся а он дебил и ты милосердно к нему относишься знаете как психбольной какой-то подошел к тебе ты вы так жалеешь бедный и так далее это ужасно вы не представляете в моих глазах это ужасно почему во первых у тебя лично вот у человека на которой такой позиции стоит у него это создает вот такое знаете самомнение он становится великий царь делает великое усилие что он идет на уступку со своим его потому что только он прав в мире больше никто не прав даже бог не прав потому что может быть бог что-то говорит но я в этот момент более чем он прав я думаю что позиция должна быть другая есть такое понятие как шалом уже неоднократно говорили с вами в роликах шалом это не шалом поторе поторе шалом я имею в какой-то военной баталии ты подходишь городу говоришь ребята или вы мои или вы сдаетесь и платите мне дань я сохраняю вам жизнь то сначала надо говорить с миром это называется военный шалом он в торе написан я говорю про значение слова шалом шалом это гармония когда ты остаешься самим собой я тебя уважаю я не снисхожу к тебе я не милосердный к тебе я просто тебя уважаю но перед этим я советую сделать такой вот такой момент зайди в его голову зайди в его голову постарайся понять почему он это говорит если тебе если поймешь почему надо говорить ты сможешь его понимать ты не обязан принимать его мнение но ты его поймешь будешь его уважать любить ценить ты сохранишь с ним хорошие отношения и дай бог что так было на больше мы все были на одной стороне на стороне всевышнего шалом